очень глубоко засела все что сейчас используется для спасения будут пробовать дергать сегодня эти заработал двигатель здравствуйте дорогие друзья мы находимся возле сухогруза который вы все возможно полюбили возможно возненавидели разные отношения у всех к нему называется он blue shark также название голубая акула либо синяя акула тоже неважно сзади него вы сейчас видите стоит два других судна которые предназначены для того чтобы спасти эту акулу из плен витязевского пляжа я уже читаю ваши комментарии в телеграме и вы пишете о том что как же жалко что ее собрались снимать это действительно так если те кто не верят что это произойдет но ребята действительность говорит о том что все будет сделано ближайшее время сможете наблюдать людей которые пришли проводить возможно уже в последний путь от нашего пляжа подачи ну дай бог им всем футом подкилив чтобы это был последний путь именно подальше от нас и пролегал он дальше в других водах сухогруз этот итак информация морспас служба начинает операцию по спасению голубой акулы посмотрите какое огромное судно к месту проведения работ уже стянутая многофункциональная аварийное спасательное судно мощностью 4 мегаватта проекта mpsv 07 спасатель ильин вы сейчас видите как раз таки два этих судна и буксир николай семенченко зова черноморского филиала морспослужба кооперации также планируется подключить спасательный буксир меркурий будем смотреть и следить за этим ранее газета на подписал что началу работ предшествовали подписание представителям судовладельца соглашение с морспослужбы о проведении спасательной операции судно с грузом 2 и 8 тысячи тонн ячменя экипажем ставить 21 иностранного граждана ночью 27 ноября 2023 года сильный шторм было выброшено на мель витязел моряки в результате инцидента не пострадали в состоянии судно и его оборудование оценили как удовлетворительное и принялись теперь уже непосредственно к эвакуации его я конечно вас жду с нетерпением ребята в комментариях потому что вот посмотрите какой большущий корабль и какие два маленьких этих суденышко но они специально предназначены в принципе для того чтобы толкать вытаскивать на на вот такие вот сюда я далек как говорится от всего этого морского но тем не менее обязательно для вас приехал поснимать но чтобы об этом очень просили и посмотреть на то как это будет происходить пока сегодня эти два судна которые стоят сзади большого сухогруза плавают туда-сюда буксир которые находятся от сзади него синего цвета уже подходил непосредственно вплотную к судну конечно детали операции пока никакие не разглашаются но сама информация довольно таки интересная суета говорится наводится происходит какая-то движуха мы вообще разговаривали о том что возможно надо земстроряды чтобы подмыть судно уже потом как-то содействовать тому чтобы его через этот канал вытаскивать ну и будем следить за развитием событий завтра придет ветер южный завтра будут волны возможно они хотят этим воспользоваться потому что волнение моря сможет нам как-то подраскачать сухогруз и возможно не смогут его снять возможно последняя возможность приехать и увидеть это судно вживую дорогие друзья ну и если приедете не забывайте сделать фотографию снять видосик это сайт своим друзьям знакомым что они не посмотрели вот так вот работал бы аэропорт я думаю очень много бы наших дорогих подписчиков и зрителей прилетели бы чтобы пройтись по берегу черноморском подышать морским воздухом да и новогодние праздники скоро жалко конечно что оно не останется на них но не знаю я не верю отвечаю вот я смотрю на те два бальники кораблика и что-то не верится может я конечно ошибаюсь кто такой чтобы судить столько ватт мощности у того спасательного судна и она так газанет как дерганет она и улетела все может быть мы будем следить и вам об этом рассказывать также если вы вдруг будете на берегу и будете видеть какие-то детали операции присылайте мне на ватсап или телеграмм по номеру 8 9 8 8 333 7 8 8 7 я вам за это буду от души признателен и благодарен прийти заработал двигатель черный дым пошел из трубы но винт я не вижу чтоб там крутился но как минимум раньше там просто дизель работал у него выхлопа практически не было знаю что-то более мощно запустили и говорили мне что для хранения вообще этого ячменя которая там несколько тысяч тонн находится его надо постоянно обдувать там и сохранять для этого должен работать движок основной возможно ради этого и запускается может быть и нет закинули ребят сейчас информацию короче вообще что будет происходить сейчас заново водолазы будут обследовать дно на предмет трещина потом уже будет вообще программа по эвакуации этого судна то есть сегодня кипиш вроде подняться это пошла но спасать его сегодня никто не будет давайте посмотрим на него поближе как она выглядит я думаю что такие кадры вас никого не оставят равнодушны между вашу подписку лайк и конечно же в остальных соц сетях telegram очень буду благодарен юрия за русские поиски либо все ссылочки есть в описании на также группу контакта подпишитесь первый блин как и первая попытка оказалась комом судно слишком сильно засела в пески нашего пляжа и не получилось завести тросы не продолжение смотрите после того как мы посмотрим с вами на судно в этом же видео и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, сегодня предпринимается новая попытка Сдвинуть голубую акулу с места Можете увидеть саму голубую акулу, там на берегу какая-то машина стоит, грузовая И, собственно, еще три кораблика подошло Говорят, сегодня их было до пяти То есть пытаются сдернуть, первая попытка не удалась, так как судно оказалось очень глубоко засело в песок Не получилось подвести под него тросы, чтобы зачистить дно Но сегодня продолжается шторм, и он будет еще несколько дней у нас Мы следим за обстановочкой и будем держать вас в курсе Пишите свои, как бы, мысли, смогут они или нет его подвинуть Я уже читаю в комментариях очень много разной информации Люди пишут свои мысли, вам за это спасибо большущее Сегодня третий день попытки спасательной операции голубой акулы Я приехал поближе и совершенно не зря Первая попытка не удалась из-за того, что судно засело очень глубоко И его не удалось сдвинуть с места Не получилось завести тросы, чтобы прочистить грунт И что мы наблюдаем сегодня Смотрите, ребята, здесь идет сейчас лодка со спасателями Можем ее наблюдать И от самого спасательного судна уже имеется трос Который пытаются завести к судну Здесь всего стоит три Вот этих корабля, они в линеечку стоят Мы их с вами разглядеть не можем Только два нам видно Это одно спасательное и два тягача И туда дальше находится еще третий за ними Ну и вот курсирует лодка Куда она уже? Уже заплыла за нас за сухогруз То есть уже вовсю пытаются его двигать с места Вот это очень важно Это просто новости молнии То есть походу будут пробовать дергать сегодня И может быть последний день, когда мы с вами наблюдаем Сухогруз у нас возле берегов Но многие сомневаются в том, что им удастся это сделать И несмотря даже на погоду, смотрите, сколько людей пришли наблюдать Возможно, в последний раз у наших берегов голубую акулу В общем, информация важная, нужная Я продолжаю следить и информировать вас об этом Больше разнообразных фото у нас в телеграм-канале Мореоз, ссылочка есть в описании Подписывайтесь, буду вам благодарен за вашу поддержку От души, спасибо И тем, кто донатит, ребят, благодаря вам Часто приезжаю сюда и снимаю для вас всю спасательную операцию Вот смотрите, ее снесло чуть-чуть дальше И она сейчас под защитой судна подходит ближе На лодке находятся люди Что они, интересно, будут сейчас делать Потому что, я думал, они к корме идут, чтобы подцепить там тросы Но, получается, нет Возможно, даже будут выходить на берег А нет, смотрите, у них какая-то веревка швартовочная, походу, есть Где-то там судно стоит С этой стороны подошла лодка Здесь тоже какой-то кораблик находится И туда дальше еще одно судно спасательное То есть вот все корабли, которые здесь в данный момент находятся Уже какой-то кабель с корабля им скинули То есть довольно-таки информация интересная Ребята что-то обсуждают Мне кажется, это, наверное, водолазы Которые должны обследовать само судно Находят как раз-таки в этом месте Так, и еще один корабль Вот, все, что сейчас используется для спасения Только много судов сразу в одном месте возле берегов Она собиралась При этом дымит труба Здесь, возможно, работает двигатель Но, как бы, работу винта мы не видим Почему-то сомневаюсь все-таки, что они смогут сдвинуть корабли Эти, большой такой сухогруз от наших берегов Но если работают, значит, они в свой успех верят А вы как? Как я и предполагал, берег становится все ближе Тут намывает мель и вот уже волны прямо возле самого судна начинают об нее рушиться То есть оно действительно очень глубоко засело Здесь, я так понимаю, ребята приехали уточнить, как проходят работы Как тут вообще все продвигается Работает движок Вот этого паракода, сухогруза, балкером его называют Вот отсюда стоит корабль Отсюда, кстати, трос уже лучше видно Который сзади выходит Ведь спереди это якорь стоит Тут как бы все понятно А сзади это именно трос, скорее всего, который подходит к судну Говорят, что тросы у него мощные И он будет его очень сильно дергать Ну и плюс остальные спасательные И участвующие в спасении суда Тоже довольно-таки мощные Которые, возможно, все вместе И смогут ее сдернуть А сейчас, я так понимаю, что, наверное, либо дно проверяют все-таки, как хотели изначально Либо какие-то тросы заводят по дну, чтобы расчищать песок Ну, что мы думали, что земснарядным будет А получается, что они хотят просто по дном тросами протащить и расчистить грунт Переговоры у них закончились И шлюпка отходит Скорее всего, может быть, смена поменялась Там, блин, на обед пошли А здесь остается другой вот, 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 корабель В общем, движ идет Альфа-болны На данный момент, получается, они все отошли И, я понял, мы спасательные пошли Я уже хотел уезжать, а вдруг сейчас будут дергать, что-то делать Давайте подождем Как интересно, получается, они отдельно пошли Отдельно подошла лодка Отдельно подошел этот мини-корабль Ну, бахкасик, наверное, как-то так его назвать можно Спасательному судну Там их уже встречают и швартуют На берегу другие моряки Лодку подняли и второе подходит Интересно, тоже поднимать будут как-то По идее, да, оно же не рядышком, что не плавает Холодновато здесь, честно, доходиться до берега Ну, мы будем следить за информацией Ребят, спасибо за внимание Давайте чуть-чуть без комментариев Посмотрим еще на морюшко наше любимое Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok